На базе Оршанского мясоконсервного комбината прошел республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях «Лучший обвальщик мяса» и «Лучший жиловщик мяса и субпродуктов». Конкурс традиционно проводится ежегодно в преддверии Нового года. Это уже десятый конкурс у нас, как раз юбилейный конкурс. В Беларуси сегодня учебные заведения готовят специально жиловщика-обвальщика, готовят два учебных заведения. И выступаем мы за Беларусью по этим конкурсам на международных соревнованиях два учебных заведения. Традицию поддерживаем. Меняются кадры детей, обновляется детский коллектив и, соответственно, каждый год приезжают новые ребята, которые выступают на этом конкурсе. В программе конкурса соревнования «Обвал кожеловка», обмен опытом. Здесь мы пролонгируем сегодня договор, который мы заключили с Минским колледжем. Ну и культурно-развлекательная программа. Вечером мы будем посещать Ледовый дворец, будем все вместе. Конкурсы, которые мы проводим уже на протяжении 10 лет совместно с Оршанским колледжем продовольствия, очень актуальны и необходимы. Необходимы как учащимся, так и мастерам производственного обучения, педагогам профессионального компонента. Вот такие встречи, они позволяют нам расширить свои профессиональные компетенции, поучиться друг у друга, посмотреть на методику обучения профессионального мастерства в этом колледже, поделиться своим опытом. Конечно, это идет только на благо наших двух учебных заведений. Валерий Плаксицкий учится на третьем курсе Оршанского колледжа продовольствия. Сам из Столочина, а поступить на эту профессию посоветовали друзья. Востребованная профессия. И довольно-таки, ну типа, она будет нужна в будущем достаточно и хорошо оплачивается. Артур Балудис из Минска. Также учится на третьем курсе. Учусь в Минске на механико-технологическом колледже на повара и обальщика. Еще закончил курс на кондитера и сейчас вот работаю как обальщик на Минском мясокомбинате и очень рад. Хорошая работа, так сказать, физически тебя укрепляет и ты гораздо мужественнее становишься и хороший опыт. Сначала я думал пойти поваром, но там были совмещенные и я выбирал полуфабрикаты или обальщик. Я почитал и мне понравился больше обальщик, потому что полуфабрикаты для меня показались интересными, а обальщик как раз для меня. Чего же ждут участники от этого конкурса? Собственно, убедиться в своей профессиональности, посмотреть на товарища из Минского колледжа и желательно победить. В конкурсе я жду, наверное, новых каких-то эмоций, конкурентов проверить, понять, насколько я хороший, насколько они. И просто эмоции. В номинации «Лучший обальщик мяса» юношам предстояло отделить мясо от кости, а в номинации «Лучший жиловщик» разделить мясо на три сорта – высший, первый и второй. Для ребят, что это такое? Для ребят это большой опыт. Это опыт в общении в профессии сегодня, понимание сегодня, на каком уровне сегодня минские ребята готовы, на каком уровне мы готовы. И второе – это общение прямое, которое социализирует ребят между собой, дружба. Вот эти все вещи, конечно, играют самую главную роль. От этих встреч выиграют все. И одна сторона, и другая. Поэтому главное, что мы делаем общие дела, мы готовим профессионалов для нашей страны. Те ребята, которые приходят, может быть, не совсем высокими баллами, может быть, не всегда с достаточной самооценкой, они вырастают в профессионалов. И сегодня мы горды за тех выпускников, которых мы отправили в жизнь. Сегодня это и руководители предприятий, и руководители структурных подразделений. И приятно, что мы вложили частичку в их становление. А конкурс – это маленькая ступенька для дальнейшего их профессионального роста. Востребованность рабочих кадров в нашей стране огромна. Развивается промышленность, производство. В частности, мясопереработка. Ну, наверное, мы все с этим связаны. Мы все, если не каждый день, только через день бываем в магазинах и кушаем мясо. Но для того, чтобы оно пришло на прилавок, дошло до прилавка, чтобы мы, как покупатели, его приобрели, это большой труд этих людей, в частности, обащиков, жиловщиков, составителей фарша, изготовителей мясных полуфабрикатов. Нужно сказать, что такие рабочие кадры и специалистов готовим в республике наш колледж и Оршанский. Поэтому мы нашли вот такие точки соприкосновения для того, чтобы и проводить профориентационную работу, чтобы привлечь внимание выпускников школ, чтобы они не боялись дать профессии эти тяжелые, но они очень востребованы сегодня на рынке труда. И в дальнейшем, по прогнозам, таких рабочие кадры, такие специалисты будут нужны все больше и больше. По итогам конкурсного дня ребят наградили ценными подарками от Оршанского мясокомбината. Огромное спасибо хочу сказать Оршанскому мясокомбинату, который представляет свою площадку для этого конкурса. Макру Максиму Сергеевичу, который просто как отец принимает у себя на площадке этих ребят и дарит хорошие подарки и приглашает их к себе на работу. Сергей Бойко, Алексей Цыбульский, телекомпания «Скиф».